Мария не вспомнилась еще 27-й семьи, но она уже тяжелая 6-м детям. Правда, это не тот случай, когда такую шпандитную семью можно держать узором для других. Крышу больше год тому она отримала социальное жилье, но все коммунальные послуги тут не спешаются. Нельзя сказать, что в этой семье дети совсем не наглядные, хотя, как признаются сами батьки, с продукта укупляются только самые танные. После того, как на допомогу пришли наставники с усидней 56-й гомельской гимназии, ситуация крышу полепшилась, но кардинально не изменилась. Мы оказали очень большую материальную помощь за счет средств работников гимназии. Мы собирали деньги по школе, приобрели МБУ-стиральную машину, приобрели очень много сюда и продуктов, носили детских вещей, кто чем мог, всем помогли. Но, к сожалению, при этом всем санитарно-гигиенические условия у нас неудовлетворительные. Навести порядок родители дома не могут. И, в общем-то, отдачи той, которой бы хотелось, нет. Сегодня ситуацию у этой семьи у районной инспекции по справам неполнолетних оценивают себя к приграничной. А леонекировать детей у социальной притулки, пока не сбираются, в речи это крайняя мера. Причем, становочный эффект достигается не завсёды. Хоть больше 40% вернутых до нормального жития семьи, так само можно лечить успехом. Те родители, которые хотят исправиться и стать на путь исправления, они кодируются и забирают детей обратно в семьи. Мать четырех детей Наталья лечится мать одиночкой. Ни день не працующий Явген, ни одного из малых своим таки не признал. Причины простые. Жанчина отрымливает материальную допомогу, наякуюся и живуть. Причем, вельми степлым. Братцы уладковаться, я уверен, не сбираются, гать оденная финансовая крыница худко может скончиться. На этом тыдне отбудется посаджение районной комиссии по справах неполнолетних, где будет разгледжено пытание об накеровании детей у социальной притулки. Хоть в любом разе, як минимум одного дитя тут уже сдаётся в стратиле. Ясше 29 листопада жанчина нарадела дзявчинку, якая до этого часу знаходится в больнице. Дома для дядей нема ніяких умов. Коли в ближайший час ситуация не изменится, немауля можа трапить у дом грудного дитя. Меры, якие плануются принять даже этой семьи, махчемы и не вельми популярны, але другого выйти тут, напевно, уже саправды нема. Мы привлекаем к административной ответственности по ст. 9.27 Кодексу административных правонарушениях. А для тех, кто в категоричной форме отказывается исполнять свои родительские обязанности, возбуждаются уголовные дела по ст. 174 Уголовного кода.